Так, слушай, брат. Игнат Ильич, мир вам, Христос воскрес! Воистину воскрес! Я знаю, что вы сильно загружены, но тут такая у меня идея, с таким вопросом я обращаюсь. Вы отца Георгия Кочеткова знаете наверняка? Да. Вы с ним переписывались, встречались когда-нибудь? Ну, может, так, походе я если был там, его люди ко мне приезжали. Он тут за меня даже не занимался. Когда на меня сильно добили, он говорит, а ничего с вами не сделают. Вот я непраздно спрашиваю на его канале, ну сколько я по времени, может год, больше. Мне нравится их служение на русском языке. Вот, и включаю, когда работаю автономно, вот включаю. Но когда поют, то лучше всего смотреть на экран, там субтитры они выводят. Они прям транслируют онлайн, и записи у них сохраняются. Кто не сможет онлайн, то посмотреть может. Вот все стихи, все поется на русском, удивительно. Ну, в общем-то, я не об этом. Это как бы вот начало моего вопроса. И до поста как-то за неделю я слушаю его проповедь. У них на служении 2-3 проповеди. В общем-то, неплохо. Но ссылок мало на Писание, к сожалению. Больше такие умозаключения. На святых отцов тоже редко ссылаются. И вот он говорит, отец Георгий сам, про откровение Иоанна Богослова. Что это страшилки. Я вначале думаю, как страшилки, какие страшилки. Что устрашает людей, смущает. Мы должны радость такую иметь. Христос воскрес. А потом вдруг так, что это покрив из Нового Завета надо удалить. Я вообще аж был шокирован. От него никогда такого не слышал. Как это удалить? Сразу вопрос возникает. А он читал толкование, сборку толкования отца Геннадия. Благословенная сборка. Удивительно. Лучше, наверное, в мировой практике нет этого. Наверное, явно не читал. Раз такое свободомыслие, и он перед прихожанами своими говорит это. Значит, у них это либеральничество. Считаю это пагубным даже такое говорить. По поводу откровения. Но это известно, что на канону Нового Завета присоединено позже. Но это не значит, что это опокрив вовсе. Вот. И у меня возникла такая идея. Может быть, нашим братьям ревностным, вот как брат Николай Астахов, с кем-нибудь там, может, с братом Иваном, например, Грибановым, группой, сходить к нему вот с вашего совета и побеседовать, если, конечно, Господь позволит. Я недавно с братом Николаем Астаховым разговаривал. Он отнесся к этому, можно сказать, пессимистично, что к нему не подключиться, не присоединиться, не поговорить. Он там своими прихожанами окружен. Ну, как к отцу Андрею Ткачеву, примерно. Но он же нашел время. Отцу Андрею Ткачеву Николай подарил книги. Да. Вот. И вопросы еще там другого плана. Почему они, например, синодальным переводом не пользуются? А каким-то, я не помню, автора, на букву А, по-моему. Не Касьян? Касьян? Нет? Нет, нет. Не могу сейчас точно сказать. Он перевод, ну, сравнить с синодальным, ну, вроде как и то же самое, но все равно такие обороты речи, что смысл немножко, на мой взгляд, искажает. Почему синодальный не взять? Вот в одном из роликов отец Олег Стеняев, у него знания-то такие глубокие, он говорит о синодальном переводе, что настолько он хорошо сделанный, учитывает святоотеческое толкование. А новые переводы, он прям пошел в этот библейский, как он называется, клуб, или как он, переводов, и говорит, вы сделали новый перевод. Откуда вы это берете? Вот даже вот, то есть искажается смысл этих новых переводов. А синодальный учитывает святоотеческую традицию толкования. Вот его фраза почти дословна. И вот у отца Георгия нет этого перевода. И еще, ну, прихожанки у него некоторые покрыты, а потом, смотрю, на клиросе стоят все, без поводков. Тоже возникают вопросы. Разве вы не читали, как Христос говорит в Евангелии? Написано же, первое Коринфяно, толкование блаженного Фефилакта. Ну, мужчины бритые не все, но как и везде. И вот несколько вопросов возникает. И вот стоит ли братьям туда сходить? Может быть, у меня так воображение, что подарить книги, есть ли у него вот ваши книги, трехтомник к истинному православию? Как вы думаете по этому вопросу? Я знаю, что прихожане приезжали. Меня там не было на Ползуново тогда. Ну, наверное, я в деревне был. И вы их даже сразу не запустили. Просто по-мирски выглядели. Так это было. Потом, когда оделись, они уже по форме. И тогда уже запустили, там диалог пошел. Что вы думаете по этому поводу? Я вот все думаю об этом. Когда людям что-то дает Господь, почему они не идут тем путем, который лучший? Вот возьмите Глеб Якунин. Столько он отбыл. Я лично встречался с ним. У меня еще не опубликовано нигде 16 часов с ним беседы, интервью. Отбыл 7 лет. Дальше пошел совершенно никуда. Куда? К Филарету. Там даже близко, украинские. Когда там что-то у него здесь не получилось, тут его отлучили и предали Анапими. Патриархия. Когда сказали, что приняли указание такое, чтобы не избираться депутатами. Ну, раз ты находишься здесь, надо признать, а не так, чтобы порезать. А он именно режет на это. И потом отдельно образует православие апостольское. Название такое хорошее. И так, кстати, умирает. Отец Дмитрий Дудко. Лично я его знаю. Он у меня даже духовником был там несколько месяцев. Дальше уже нельзя было. Я могу скинуть беседы с ним. Тут есть кого тут. Кротов заряди только. Кротов. Такой важный человек, священник. И рядом поставь Лапкин. И она весь материал выкинет здесь. Как я у него беседовал, что было. Отсидел. Был. И когда, чтобы освободить, второй раз взяли его. Он отрёкся от всего, что у него было. Для этого мало. Сделался духовником коммунистической газеты «Завтра». То есть они в такие ямы лезут. Отец Георгий, это вы только малую верхушку узнали. Что там, мне кажется, демонов нету. Там такое заблуждение глубины. И вот это у них там брованого движения. Когда бывает там вот. Они бьются на то, что вот надо совершать это, это, агапу. И там смотреть даже невозможно. Я знаю люди, которые приходили туда. А ты особо лего Юрия не слышал? Это из Красноярска? Да, он преподаватель Академии Мирской, Мирского университета. И ведёт там, что есть в метрополии, работу духовную, подготовку людей. Мы близко знакомы. Он на меня вышел. Когда услышал в каком-то собрании Андрей Кураев, что обо мне говорит. Задал вопрос. Вы знаете, кто самый великий, знатный миссионер современности? И вдруг меня он называет. Ну, а Андрей Кураев, когда приезжал сюда, у него книги все есть, подарил ему. А с Юрием познакомились. И вот он такую должность занимает. И он вам многое может рассказать про Кочеткова, которую они прямо еретиком считают. Вот тебе надо выйти на него. Вы, выйти. Я посмотрю у меня, где он есть. Могу даже там его логин кинуть. Здесь, в Скайпе. Очень хороший человек. И вот я всегда думаю, таких как Булгаков, сколько им Бог открыл. Почему они на этом останавливаются? Ярл Пести, мне очень нравится. Нет, он дошел до этого, и все слово учителя выбрасывает. Что оставил недокончен, рукоположить. Не надо, сами сделаем. Да разве это церковь? Церковь худая, плохо, но вот дальше пяти-то они не пошли. Православие, католицизм, Григория Армянская, постоличная, копты истерийцы. Все. У них только в Америке у сектантов 21 тысяча названий, которые динаминации, конфессии. А я представляю, что это ересь, слово закрывается. Я вот когда смотрю у них, что делает у Хачеткова, я ни разу на них не выходил. Но думаю, мысли твои правильные, все хорошее, но ты еще их не знаешь. Выйди сначала на Соболева. Он тебе расскажет. Думаю, что они ничего не примут. Ничего. Почему? Касаться Библии, синодального перевода, это значит все под ногами потоптать. Все переводы перед этим, как ночь темная. Четыре духовные академии. Уже двое канонизированные, которые переводом занимались. Возьмите Павского. Я как-то спросил, не кого-то, а еврея. Ну, Мень, отец Александр. И у меня запись сохранилась в аудио она. Ты слышал, нет ее? Да, да. Мы когда с ним беседуем, я ему говорю, вот эти вопросы как бы показываю. Он на этом не останавливается. Он верит в эволюцию. Что Бог не сотворил человека. Вот я все думаю, такие большого ума люди. Вот этот еврей. И я вам говорю, а вы, отец Александр, моги переводить как Хвольцин или Герасим Петрович Павский, вот салты переведенный им, Матфея. Он даже вот так от меня отшатался. Игнать Викторович, да вы что, таких нет сегодня на земле переводчиков. А ты, говорит, еврей. Еврей, надо бы не забывать, не полукропка. То есть, стопроцентный еврей. И он говорит, я знаю, с архивами работают еврейскими, но переводить это другое. Я тоже делал переводы, которые в академиях учились, в армии был там, на немецком, на английском. Я же французский язык мог переводить. Там испанский занимался греческим. Но это все поверхностное. Все это мизерное. Я даже среди немцев проповеди говорил не в собрании. Но все считали только, видели, что я как будто приехал из Германии. У меня литературный язык, а не такое, что отдельно, как у русских, там, Оконья какое-то, Ивановская где-то. У меня все так складывалось. Я всегда понимал, что у меня знания крайне ограниченные. Чтобы все понимать, это я должен жить среди них. Ежедневно минимум два часа считать на литературу. А я в руки не беру ни на одном языке больше 50 лет. Что с меня спрашивать-то? Одно предложение скажешь и остановился уже. Потому что мне это не надо. А почему? У меня, как сказать, рубеж этот был. Который. Это первое Коринфянам 4.5. Всем нам надлежит представить. А это еще второе Коринфянам 5.10. Чтобы получить соответственно тому, что в делах. А 4.5, где первом послании Коринфянам, он об этом говорит. Как Господь открывает. Откроется тайное, когда Господь явится. И тогда будет похвала каждому. И я понял это все. А снова основ у меня было. 12.48 Евангелия Тиана. Господь говорит, я служу вас. Вы же начитывали-то. Моя пистопия нет, она об этом говорит. Попрошай к лгущиху от городки. Да. Многое, что видим в храме. Да. Попрошай к лгущиху от городки. Да. И вот это я когда беру. Вот это для меня было. Мне вот это потребуется. Мои знания не нужны будут там. Переводить-то что, когда все переведено. Ну, я читал Библию на английском языке, на немецком. Ну, это мелочь. Я должен знать все и политические, и медицинские. Ну, все знать где-то. А у меня и временно это уже не было. Ну, полиглотом называют. А знания мои мизерные. Я никак не соглашался, что мои знания такие хорошие. Даже у командования, там, комом, не знаю, не знаю, комом, в своей части, добился разрешения вставать на один час раньше. И с наушниками. А там Окинава рядом, японская, передача на английском языке шли. Я их надевал, и с ними вот так был. Признашение, там, все взять. Возвращаемся к Кощеткову. Он не один, там, Александр еще у него есть. Они двое, там. Тут отдельная беда есть где-то. Как его фамилия-то там? Тоже его последователи так. Сделать можно, пойти, но ничего не сделать. А они, вот, каждый год крестят там 450 человек. А я знаю, где много, это там потворствование. Вот они такие, бритые женщины, там, юбка, говорится, до нижнего места. Они ко мне-то приехали здесь, я их не пустил, пока не переодели их. Вот как. Это много, это означает, можно то, можно другое, то другое. Они там, конечно, вот начинают говорить, вот что делать? Человек наркотиками занимается. Вот ко мне, я говорю, свое, свой опыт передаю. А вот надо с этого сначала так, как папиросы. Сначала выкуривал 40, а теперь сделать 39, потом через неделю 30, постепенно вести. Богу не это нужно, не табак наш. Богу нужен новый человек, кто не родится свыше другой. А тогда другой, когда у тебя это произойдет, тебе все по-другому будет. Не надо тебе эти перосы, тебе противно смотреть будет. В один раз, в один день. В одну минуту Бог делает это рождение. Если женщина рождает неделю, она уже мертвая лежит. Она не рождает больше суток. А это рождение свыше. Вот у меня оно было, я могу сказать, когда 27 сентября 1962 года, 17.00. Я пришел один, вышел другой. И тот, который спустился на колени, и тот, кто теперь стоит, два разных человека. Что я любил, у меня сделалось далеко отброшенное. Это не я. То есть я, но это умер тот человек. Родился новый. У меня только одно, кому сказать о Христе. Только через пальшборд корабля перешагнул. Первому матросу сразу из меня, как огонь, пламя пошло. Ну, мы с тобой сколько ездили, ты знаешь, мы нигде не делали уступок к чему-то куда-то. Как святые отцы, какие каноны, правила. Я их перемолотил все. Знаю, сколько действующих и сколько нарушается. 719, осталось только 413 уничтожают. 57% выбросили. Они не будут заниматься, не надо это. Они себя на их место поставили, не будучи достойной их одной пуговицы. Вот, мое мнение такое, все, приветствую, что сказал, но там ничего не будет. Ему омерзеет все это, это настоящий такой человек. Я беседовал с близким окружением отца Александра Менни только здесь, но и в Америке. Близкие были. Даже и у них, вот, зашли к нему как-то, где на дому беседа была, а там бабка сидит, ну, еврейка, лет 70 и курит сидит. Я говорю, отец Александр, как так? Да вы что? Он говорит, смотрите, ну, это никакого значения не имеет. Я все думаю, а такие люди с великими званиями, почему они не идут узким путем, который Господь указал? А поэтому надо больше, не больше надо. Одна спасенная душа стоит больше, чем 10 тысяч нарушающих. Для чего Сирах пишет об этом? Один и десять тысяч. Вот и все. Приветствую за доброе намерение. Я специально молчал, чтобы увидеть, чем тебе кончится это. Ну, слава Богу. Ни украден, ни убит. Слава Богу. Ну, вот такой мой совет. Ну, я бы не советовал никому туда идти. Ты ничего не сделаешь. Они близко не допускают. И вот я постараюсь вывести на Юрия Соболева. Он больше знает. Он их, ну, считает, как совершенно неверующие люди. Смирить. Понятно. Почему? Вот у православных приемлется грешный архи, грешный супергрешный. Сорок раз, Господи, помилуй. Армяне говорят сто раз, Господи, помилуй. А у Иоанна, богослова, в первом послании, там, третий, пятый, он рожденный от Бога не грешит. Ищут подальше, говорят, рожденный от Бога не может грешить. Он не может. Настолько ему все это противно. Ну, он не может. То есть, даже если бы его подвели к этому, и спасение было, он не может этого делать. Он упрется, и все. Это чужое, это дьявольское. А вот так вот по одному помаленьку я буду делать, и перестану делать, там, что-то, женюсь пятый раз, и все это не то. Богу не нужны вот эти наши попытки с первого шага. Ему нужно рождение свыше. А это дается 8-9, считаем, кремлинам. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот где, о чем Серафим Саровский говорил, стяжание Духа Святого. Это главное, для чего человек живет. То есть, время Духа Святой тебя побуждает. Ты не будешь искать оправдание греху и недостатку. Ты скажешь, виноват. Увлекся, прости, Господи. Вот я о чем хочу сказать. Рождение свыше. Оно ставит все на место. Я не знаю, что там с сыном делать. Не избран. Ты ничего не сделаешь. Да, для того, чтобы они тебя не захлестали, эти сыновья, надо думать. Как один детей посылает там, где изучают Библию, а сам неверующий. Его спросили, говорят, а зачем ты это делаешь так? Так они неверующие, они меня задушат за деньги. Я, говорит, сейчас уже спать ложусь, говорит, и стол, и все к дверям придвигаю вплотную. Игра кончилась. А вот мы вслух, тут набралось вот такое, когда молимся утром, вот плохо, что тебя ни разу нету-то в утренней молитве. Мы там все это говорим. Я говорю, родители просят помолиться о детях, младенцах, чтобы они выросли верующими. Слушались родители, стали благовестниками. И начинают перечислять с кого сразу там. Ангелина, Алфея. Я в курсе, да, Тихонич, я включаю запись, когда на работу еду, в 4 утра стою и с вами. Ну вот сейчас... У меня только в 12 ночи, а у вас в 5 утра. А потом я запись включаю. Ну, 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 хорошо тогда, ты виноват. Тихо, Иисус. Ну, ты видел, как мы специально перечисляем. К нам приезжал один, тут Ягудаев, журналист. Здоровый такой. Говорит, 20 лишних метров, наверное. Ну, как его тронуло. И как он к нам ехал, это все, ролик один есть такой. Ягудаев Владимир. Вот, ты можешь увидеть. И у него родился... Я рассмотрел, да. У него родился сын, и он называл, говорит, вашу честь, назвал Игнатием. Обычно в паспортах, в свете сих порождениях не пишется национальность, но разрешается. Графа такая. И он говорит, я его записал в свою, как есть, еврей. Игнатий еврей растет. И вот на днях он выстал, как он там с ним. Я мог бы даже посмотреть, где он у меня есть. Уже большой ребенок. Вот какое дело. Это опять просится приехать охота. Ну, и не знаю как. Как Богу угодно. Вот сейчас мне надо дом ремонтировать. Вот этот, здесь который. И вот оказался дом-то не на фундаменте. Нет фундамента-то. Ну, и сгнило там где. Ну, и покосило. И теперь угол один поднять, хотя бы выровнять. А тут как раз асфальт к дому, а не от дома, от мостка. Ну, и тут у меня жили квартиранты. И они не смотрели, где, ну, ведро-то стоит, стекает вода-то. Я пришел, а вода там все стоит. Она все туда гнило. Но одна из них больше всего не смотрела. Это Евгения. Михаилова мать. Ты его знаешь. А Володя-то он вернется, да? Да, да, он вот к первому июня. Ну, первое июня это суббота-воскресенье. С третьего мы начнем. Он возвращается сюда. И тут еще есть один тестов Константин. С Красноярска. Ну, я попросил Игоря Дыбунова, чтобы он сидел хотя бы рядом, команды давал. Чтобы не стояли. Он вчера купался уже. Наружная температура 7 градусов. А вода намного холоднее. Он один только купальщик. Он говорит, я не купаюсь, я плаваю. Вот купаюсь и не признаю. Он уже откидывал ролики. Марина засняла его. Наверное, еще до того, как вы засняли. Да. Супруга Марина засняла его. Я вчера его снимал. Ну, наверное, да, вчера. Так что он у меня будет стоять. Поглядывай. Ну, я раньше тоже не плавал, а купался. Ну, купался. Я видел, видел. Как ты вылезаешь из проруби по Теряевке. А бабчишь к этому, кто в шапке стоит. Миша Никитин. Так, ну вот вопрос тебе отвеченный. Не советую. Ну, спаси, Христос. Да. Я считаю, что, ну, если уже начинают. Мартин Лютер. Такой подвижник, казалось бы, сразу послание Якова выбросил. Иуду не надо считать. Ну, да. За одну букву, протопопа вакуум говорит, за один ас готов умереть. А как говорит об этом Господь? Ни черта и от и не погибнет нигде. Да коли все не исполнится. Все писание Бога духовенна. Да, конечно. Но они в писание не вносят, оно не бухгаловенное. А у нас 85-е правило апостольское говорит о перечне книг. Владики и Карфаген там еще. Три собора об этом говорят. Что ничего не прикасаться. А 6-е, Вселенский собор, вторую главу. Это второй стих или параграф, прочитай там. Это трубы Духа Святого, чтобы никто ничего не трогал. Аминь. Аминь. Да. Да, удивительно, что такие люди с такими знаниями. Ну, вот решился же он по-русски-то вести служение. Ну, прекрасно. А куда-то захлестнуло. Притом я перечислял сколько, перечислял-то сколько. Они все почти так делают. Это страшное дело. То есть, я так понимаю, как у Грибоедова, по-моему, горе от ума. Вот умницы такие. Но где-то страха Божия нет и начинает уже уролесить не в ту сторону. Так, что ли? Самое главное страх Божий. Вот как у вас в жизни это было. Вы никуда, ни вправо, ни влево не уклонились по пути. Шли центральным, золотой серединой. И по святым отцам строили вот эту всю жизнь свою. Молились, и Господь вас сподобил провести вот этой серединой. Да, удивительно, конечно. Да, и притом я не отвергаю, что хорошее где есть. Я именно деталь такую беру, только и всего. Вот я говорю, такой-то высказался так. Хорошая фраза. Как Мартин Лютер сказал, говорит, в мире есть одна книга Библии, а одна личность Христос. Ну, я сказал, так это со мной сходится. Я нигде никогда не... Я думаю, говорю как о соборах, сколько это ни Осипов, никто не скажет. Им это не надо. Вот остановился бы Осипов на этом-то. Профессор. Какой он профессор-то? Когда близко не допускали верующих поступать, а он профессором был, это на тысячу раз ободранный. И то оно, то одно отрицает, то другое. Ему тут наставили шишек. Когда он стал говорить, там, нету мучений, это все обманы. Вот такое дело. Вот как что-то дано человеку, видно, что дано. Смотришь, рассыпалось все. Что в кротости, в смирении, как дьявол подошел, как будто бы к Макарию рассказывает. Ну, может, легенда такая. Но пишется это. Вот. Почему ты можешь, а я не могу? Он говорит. Ты постишься сколько? Он говорит, 40 дней. А я всю жизнь в рот не беру. Сколько тебе на сон надо? Ну, больше 2 часа. А я не сплю там 5 миллионов лет. Но он говорит, смирение хватает. Тьфу, терпеть не могу это слово. Смирение. Так что, брат, держись, и никуда не грамма. Святая Православная Церковь сохранила это все в лице святых святых. Да, что на русский язык надо? Я за русский язык. Но мы дальше не стали ломать копья. Мы добились. Ты сам знаешь, как было. На 3 года запрещения беседовать. Евтихий сказал, мы слова не произнесли на эту тему. Как 23 марта пришло, мы сразу начали библейское, только библейское. У нас церковно-славянский язык везде. А библейское так. А если поется очень аж... Тогда по-славянски. Уже привыкли на это. То есть мы нигде не стали палец откусывать. Вот как. Вот это и есть золотая середина. Потому что Библия только синодальный перевод 1876 года. Мы никуда не шагуем. И то только то, что по чину церковному читается. И об этом мы просили. Отдавайте службу на русском. Мы никогда даже не заикались на это. Надо учить славянский немного. Ну, у нас, я помню, были братья, которые поднимали эти вопросы. Почему на русский нельзя там? Ну, и вы отвечали. Ну, кто этот прижал Александр, который в священниках-то был? Ему разности никакой нет. Ушел куда-то в мир, видать. Его хорошо знал Дебунов, откуда он приехал. Ну, вот так, брат. Все. Спасибо, Христос, Игнат Тихонович. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Я сам запись включил тут. Игнат Тихонович, просьба такая об апостоле Павле. По-моему, вчера вы стихотворение читали в конце собрания. Да. Вы скиньте, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Я и как ищу, кто бы переложил его на музыку и показать все. Мальчишка там, голубей гоняй. Чтобы Господь положил мне на сердце. Ну, ты знаешь, я тебя просил бы от этого, отдайте Шикотан. Приспособь его не здесь, а где-то там, в контактах или где, чтобы можно было ссылаться. У меня он был, как это назвать, в облаке или как оно. А потом у меня с телефоном тем, ну, он не стал работать и исчезло все. Надо как-то возобновить это дело. Да, на другом ресурсе. Ну, на другом, посмотри, где. Там, где не смотрят на это. Ну, вообще, стих такой, что пробирает. Я сколько раз смотрел, это вообще. Политика души. Ну, другие тоже. Вот читаю сейчас первый тон, но я понемногу. К слову сказать, я прикинул, может, там ошибаюсь. Чтобы ваши стихи прочитать, ну, вот вдумчиво. Один стих взять, там, все места из писания, допустим, за день. Ну, на день. Там, другие дела какие. Это 9 лет надо, чтобы все 4 тома пройти. Медленно. Это, представляете, это целый океан. Это как же Господь соделал. Читаю там. Ну, сейчас у меня нету, я после работы такие стихотворения. Я пометки делаю, буду думать, чтобы на музыку положить. Ты по страницам делай, в книге не черкай. Нет, ни в коем случае. Я отдельно на листочке пишу. Ну, 4 том мне тебе понравился, как издан. Да, вообще, аллилуйя. Да. Это же такие проповеди, там несколько раз перечитываешь. Там у вас стихотворение, страница 14, по-моему, название не помню. То, что все нас окружает, и мы вошли в этот чей-то труд. Вот смысл такой. И каждую вещь вы там перебираете, которая рядом. И как Бога надо благодарить. Мы же ничего не можем это сделать. Вот я в машине сижу, например, кто-то же делал это. А ты знаешь, брат, у этих стихотворений, которые 4 томники, я это сам не знал. У него свойство есть от горя отводить людей, которые грамотные. Начинают считать, и через полчаса они полностью забывают, что у них есть. Они считают, чтобы разобрать, несколько раз надо просчитать. На что уж такое у меня сейчас тут безбулнов. И то, ты знаешь, как я во время молитвы как бы вижу строку, слышал это. Я считаю, я ее, а она нигде, на мозгах. А у меня бумага рядом лежит. И сохранились чернобейки. 3400, ну вот сколько есть. Ни одной помарки нигде нету. Все с чистого листа. Я первую строчку запишу, а бывает на молитве второе стихотворение, опять у меня строка плывет. Я ее сразу раз. Только кончили, хоть глаза завязывай, 35 добавочных строчек уже есть. Как это так? А спрашивают, как? Не знаю. Не знаю. Дело в том, что я их своими не признаю. Это Господь дает. Вот Пушкин где-то пишет, он там зачеркивает по пять раз крестовину. У меня ни одной помарки нигде нет. Вот я попробовал так делать. Думаю, это нигде не получилось. Ни разу. А не как слепленное. Вот представь себе, все по девять стихов. У везде эпиграф и Слово Божие. Такого не было в мировой литературе, чтобы каждая строчка заканчивалась местом писания. Таких мест немало. Вот как. И иногда тут памятник Пушкина есть. И там бабка одна. Что-то мы пришли, она ходит, мотается рядом. Александр Сергеевич, у меня строка пропала. Помоги мне. У меня этого никогда не было. Да это означает, что вот продают, когда бумагу А4, на которой печатают. Пятьсот листов. Это надо семь пачек и еще маленько. И все это карандашом. Ручки, это дорого для меня. Карандашом. Вон у него часть пачек. Лежит. И кому начнешь рассказывать, он мимо пропускает. Он не понимает, потому что такого никогда нигде не было. И о чем стихи? Ну ты слышал такое? Меня спрашивали, говорит. Ну вот столько написали. А вот у Пушкина там о женщине, Татьяна. А вы о женщине писали? Я говорю, писал. Ну знаешь, какое стихотворение-то? Да, в курсе. Я женщинам всем благодарен и в досталь. Которые мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косы. Змеей струили щекосы. Занозой в них не вошел. И нечего того рашить. И вот эти слова, все это сделай всегда только, чтобы слова вот так внизу были. Вот как вы когда с Кабачевым Владиславом делали. Оно место маленько оставить, чтобы не по картинке было. Очень хорошо. У тебя есть это написанное? О женщине. Я женщинам всем я тебе скину. Очень пример можно взять. Да, да. Есть у меня на компьютере. На компьютере. Ну ты возьмешь. Ты видел, как сделано. А вы еще какое стихотворение вместе с ним, с Кабачевым? Так, ну, напели мы Виталий, брат, я и Владислав. Сушите сухари мы на три голоса напели. Но, наверное, ролика нету смонтированного. Есть ролик, но только на это буков нету. Вот это плохо. Чтобы строка была. Вот когда есть такое, святая Русь, когда была святая? У тебя же сделано на это. Ты, главное, впереди патриарха взял. Вообще шикарно. Высшая оценка. Вот как. Вот так надо всегда. Тут слова на слух не берется. Строка плывет, чтобы печатными буквами она не опережала вовремя. Ну, специалисты знают, как это делать. Тем более ты это делал. И вот эти, пересмотри свои стихотворения. И, может быть, там рисунки надо поставить, которые аудио у тебя. Там у тебя 70 с лишним стихотворений. Вот посмотри. Выстави их. Они готовы уже. Только картинками разбавить. Какая там, что есть. Ну, допустим, такое сейчас вот сделали, как приходят ко мне, я с этими беседую, которые когда-то были там. Помнишь, нет? Со мной беседуют. Кто в ботфордах, если на меня похожий. 7 тысяч лет остали там. Вот так. Это же смотри, сколько там заложено. Я другой раз читаю свои стихи. Герои прошлого имеете? Да, да, да. Страх сидят в прихожей. Вот брат Георгий Коробейников, он прям режиссерски подходит к этому. У него здорово получается. Ну, ты вот его попроси на твои песни уже готовые. Они у тебя есть с собой, да? И ты эти песни разбавь, скажи, помоги. И чтобы строка шла, эфир вздрогнет. А что, ты найдешь, я там в тюрьме был. Там такие стихотворения, их таких нигде больше нету. А вот это, которое он поставил, окончен суд, зачитан приговор. Видел? Конвой наводит в коридор. Ну, выставить не дали, потому что там все из одного взято фильма, где Евгений Миронов по Достоевскому. Вот, и они его не пропускают. Надо... Кадрик бросил где-нибудь, а потом дальше опять свое что-то где-то. А не одно, так легко. И, конечно, ну, авторы фильма там возмутятся, еще же нашим трудом пользуются. Агиат, да? Надо за этим следить. И вот я очень хочу, чтобы вы свое старое, которое оживили. Там много хорошего. Очень много. Хорошо, я учту. Я все вспоминаю, Игнат Тихонич, как я со старшим воспитателем Натальей. Приходь, как-то в лагере. Да. А утром вы приезжаете, такой радостный, и стихотворение там написали. По-моему, лагерь стан степи. Когда читали, то прям сияли. Сияло вот лицо так. Лагерь стан степи на навозной куче. Что может быть круче? Да, и вот так приезжали практически, наверное, каждое утро или через день, и стихотворение у вас было. О, я стихотворение написал там. А музыки-то? А музыки какое было? Помнишь, нет? Ну да. Ну вот. Я дорогой написал, а утром не могу найти. Все, перерыл, нигде нету. И сел снова писать. Написал и получше, чем дорогой, которую написал. А то исчезло. Дома доехал, и никто не заходил, и исчезло. Тишина и музыка вы имеете в виду? Как их соединить? Да. Да, красиво. Аллилуйя. Действительно, когда читаешь, а еще если поешь, если песнопение, то как настрой-то дух меняется. Да. В лучшую сторону. Аллилуйя, это потолок. Выше не забраться, не достигнуть. Вообще. Я смотрю, вот читаю, когда... Вот поверь, брат, я не просто так вот, лишь бы ты так это, что-то одобрил. Я читаю, как будто бы я первый раз их вижу. Настолько это выше моего уровня образования. Вот все они стихи такие. И даже Дубунов иногда с третьей попытки понимает, что там заложено. О, один прочитал, вот это да, потом еще прочитал, потом мне говорят, так ты же нахал. Там, ты знаешь, что там видится? Я говорю, увидел. Вот почему, который я тут был, у одного митрополита. Другой показывал, он где-то открыл, и дальше уже никак никуда не идет. Я свое пытаюсь, он как будто меня, я исчез. Он продолжает читать. И я вот так, бывает, что-то начну читать это. А что до этого было? Печалило там. Как будто ушло. Болезнь или что-то. Какое свойство Бог заложил в эти... Лекарства. От трудностей. Да, удивительно. Ну вот так. Спасибо Христос, Игнать Тихонович. Слава Христу. Сейчас, если я что-то не сделаю, ты мне даже, напомни, сбрось. Прям здесь же, напиши по пару слов. Все, пока. Давай, занимайся своими стихами. А по гостоле Павлия? Да, сейчас скину сразу. Отошел. А по паночкам. Продолжение следует...